Что? Что это такое? Итак, ребята, всем привет, с вами Тед. Я с утра налился чашечку кофе и я в хорошем, даже отличном настроении. Почему? Ребят, откройте для себя игру, ставшую легендой жанра StarCraft 2. Я зашёл сегодня в Battle.net и увидел, что у нас изменения в StarCraft 2 от 15 октября 2020 года. года ребята наконец наконец изменения мы дождались какого-то патча баланса в starcraft 2 я специально сейчас хочу вместе с вами это все дело изучить посмотреть почитать это круто это круто потому что я думаю все кто следят за каналом видели вот в предложечке видосы мои недавние в этом месяце буквально выпускал что starcraft 2 умирает зачем играть starcraft 2 2020 году да то есть но это моя любимая игра все-таки вы как бы имеете ввиду однако однако ну то есть как бы я не жаловался близзы решили меня это ну сказать тэд да не неси ты ерунды все нормально ну вот тебе патч лови будет тебе веселый starcraft давайте почитаем посмотрим порадуемся обращение к игрокам строка 2 starcraft 2 уникальная в своем роде игра согласен и мы намерены сделать так чтобы все кто как и мы обожает эту вселенную могли играть свое удовольствие еще много лет но это супер это супер это спасибо близзы близзы спасибо я рад что вы поддерживаете что вы хотите развивать все таки эту штуку потому что я рад я сейчас вот как опять же кто следит немножко начал делать обзоры на игры еще на что-то там лигу легенд сейчас может попробую запустить потому что оно то что чувствовалось что starcraft 2 ну тухнет ну близзы красавчики поэтому мы хотели бы сообщить вам о готовящихся изменениях starcraft 2 связанных с поддержкой игры в долгосрочной перспективе это класс спасибо как знают многие из вас компания blizzard продолжает выпускать обновления для игр в течение долгого времени после их выхода ну наверно кто-то возможно вспомнит что мы активно готовили обновления для первой части starcraft спустя 10 лет после того как игра впервые появилась на полках магазинов но типа да наверное что-то не делали в этом году мы отметили десятилетие starcraft 2 и выпустили крупнейшие обновления внесли массу изменений в редактор вот тут я согласен обновление может и крупнейшее по количеству текста было но ребят они сделали буквально там апдейт редактора который как бы уже никто и не пользуется нету кастомок на starcraft они от этого вряд ли появятся то есть ладно добавили таланты авторитета для командиров режиме сами копа это мне нравится режим копа это был круто это хорошее обновление потому что я знаю много людей которые играют в коп и ну это прикольно то есть это казуальная база игроков пополняется да то есть она пополняется кто-то из них становится потом уже ладерными игроками кто-то нет но в любом случае это нужно это нужно для развития starcraft и поэтому это было круто сделали игровой процесс еще более приятным для игроков по всему миру добавили таймер перед началом игры не знаю там патч был ни о чем нам ну ладно мы будем поддерживать starcraft 2 в будущем точно так же как и другие наши игры такие как брудвар они же брудвар вообще не поддерживают да то есть ну просто она есть и бабки сдирают до сих пор или вроде уже бесплатный но неважно и в первую очередь уделять внимание тем аспектам которые представляют наибольшее значение для соревновательной среды игроков но типа баланс и патчи наверное и интересность немножко должна быть другими словами мы не будем выпускать новый контент мы будем поддерживать starcraft 2 мы не будем выпускать новый контент это такое подождите я не дочитал мы не будем выпускать новый контент для продажи вроде командиров и контейнеров с трофеями так все типа скинов больше не будет так они только на скинах подымали призовой фонд только за счет скинов ну всем было интересно соревноваться то что хоть какие-то там денежки ребятам за турниры за то что они играют под 20 часов в день но по-прежнему будем устраивать сезоны так сезоны автоматически работают что вы что вы будете устраивать они сами по себе ну обновляются вбил в систему и все ну просто сбиваете лигу в конце сезона и вносить необходимое исправление баланса так какие два года никаких исправлений баланса вообще ни о чем никаких патчей в заключение отмечу что мы не планируем выпускать крупное обновление баланса в четвертом квартале этого года мы будем поддерживать starcraft 2 мы не будем выпускать новый контент и не будем делать крупное обновление баланса то есть играйте в то же самое то есть ну вообще ничего делать не будем потому что мы уже вносили изменения несколько месяцев назад какие какие изменения вот вот изменения опять и ноль уже в игре вот несколько месяцев назад 20 тысяч килограмм текста про то что 15 уровней земли в компании все одно этого не будет нигде в соревновательном не будет в копе не будет куча текста вон новый тип способности все все про редактор карт кому надо дайте starcraft это дичь ребята это просто дичь это дичайшая дичь но как и всегда мы намерены при необходимости вносить в игру изменения в будущем так когда как и всегда как и всегда это все ждут по году патч то сейчас что по три года надо ждать новый патч чтобы адепту убрали атаку или добавили плюс один там жизнь пейлингу сколько ждать киберспортивный аспект starcraft 2 предоставляющий собой вершину профессиональных состязаний по прежнему будет развиваться благодаря поддержке наших партнеров esl гейминг и gsl короче они просто полностью скидывают starcraft 2 полностью удаляют starcraft 2 blizzard все blizzard удаляют starcraft 2 у себя типа вот esl gsl они просто esl gsl они купили права на starcraft и делают турники все и то есть сейчас давайте дочитаем и мы это обсудим мы понимаем что некоторых игроков интересовали элементы которые не будут представлены в игре да конечно ну меня интересовал баланс он не будет представлен в игре друзей интересовал коп он не будет представлен в игре никого не интересовал редактор карт но он зато есть класс однако есть и хорошие новости изменения позволят нам составить планы на будущее в отношении не только starcraft 2 но и всей вселенной starcraft 2 в целом они всю вселенную starcraft хотят удалить или выпустить world of starcraft потому что это дичь это просто дичь это ужас это отвратительно я просто не верю это это starcraft одна из важнейших игр blizzard я уже понял и мы знаем что она способна коренным образом на 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 отличная история чтобы рассказать что типа ну вы не беспокойтесь этот абзац вот он тут сделан короче я его даже читать не буду он сделан просто чтобы все забыли про вот эти две фразы мы будем поддерживать но не будем выпускать новый контент и не будем делать обновления класс 5 баллов близ и наши игроки самые увлеченные творческие преданные мы бесконечно благодарны за вашу поддержку нам нам да что всецело тех людей что всецело посвящают себя ей в качестве игроков создателей контента авторов трансляций участников сообщества или даже разработчиков исход любого матча на сто процентов зависит от вас ребята исход starcraft зависит от вас тоже сейчас досмотрите до конца обязательно сейчас мы это все обсудим и ну очень важно будет он даром монакай я не знаю как будто орг писал я даже не чувствую здесь налета starcraft а ну да ладно что давайте давайте это обсудим а какова жизнь вообще вот любой киберспортивной игры не киберспортивной а соревновательной онлайн игры для нескольких игроков которые да то есть мультиплеерная игра жизнь в контексте не самой игры в контексте игрока то есть вот вас меня да игрок приходит в игру и в среднем статистически он проводит от одного до двух часов день играя в игру в соревновательную вот мы возьмем средний к примеру ну не важно один два часа и интерес интерес игрока длится ровно сто двадцать часов это реальная статистическая информация то есть что такое сто двадцать часов это если вы играете по два часа в день это два месяца если по часу это ну там три три с половиной месяца там час с лишним обычно час с небольшим то есть за два три месяца у вас по любому интерес угасает вам сразу интересно вы начинаете переваривать контент и потом у вас абсолютно падает весь интерес поэтому в играх типа лиги легенд которые ну можно сказать самая популярная самая известная самый успешный проект среди мультиплеерных игр в основном вот этим пользуются каждый месяц два они выпускают какое-то обновление каждый год они полностью перелопачивают игру делая ее совсем другую и для чего это делается чтобы интерес не угасал то есть ты зашел в игру ты играешь три месяца и тебе бах говорят а игра чутка поменялась чувак учи она стала новенькая да это та же игра в которую ты привык играть да у тебя есть навык и тебе будет интересней учить новый контент да то есть, вот тебе новый контент Старкрафт 2- всё то есть, мы два года сидели, играли в одну и ту же игру чтоб нам сказали мы ее больше не будем поддерживать топыч, топыч то есть, то есть, нужны нужны патчи Нужно менять Нужно вернуть Mothercore убрать Mothercore пускай они каждые три месяца это меняют и это будет интересно то есть, заставьте протусов каждые три месяца учить новые билды Сделайте, ну, сейчас мы три месяца играем так, потом заберите квину у зергов. Посмотрим, а что зерги придумают без квины? Ну, там ничего не придумают, например, да, типа квина важна. И всё, верните её обратно. Ну, то есть меняйте игру, делайте это по-разному. Пускай все зерги свищнутся в протасов, пускай будет все играть за протасов, а следующие три месяца все играют за терранов, а следующие три месяца за зергов. Это будет прикольно, это будет меняться, да, то есть, ну, а какие-то трайхайдеры всё равно скажут, а я без квины буду играть. И посмотрим, ну, это будет прикольно. То есть вот эта жизнь, эта жизнь игры, она так идёт, и всё, эту жизнь у Старкрафта забирают. Это просто убивают Старкрафт. Вот. Что ещё может заставить вас остаться в игре, даже если у вас кончается интерес? Коммунити. Коммунити Старкрафт 2, ребята. Когда-то я бы сказал, да, вы приходите кучами, ну, таких приятных, ребят, да, которые скажут, о, я тебе помогу, я тебя научу. Вот смотри, вот делай так. Ты учишься, получаешь опыт, все приятно общаются. Сейчас Коммунити Старкрафт 2. Вот так вот. Вот такое вот Коммунити Старкрафт 2. Сейчас. 5 баллов, да. То есть оно готово заставить держаться? Я так не думаю. Я так не думаю, ребята. И мы пришли к самой важной точке. То есть ни один из двух аспектов, сейчас Старкрафт 2, ну, не выдержан, да, нету ни патчей, нету ни коммунити нормального. Ну, оно есть, но оно разобщено. Наша Коммунити, оно сейчас разобщено, да, то есть оно разобщено, все немножко друг друга хейтят, все еще что-то. И, ребята, мы пришли к самой важной точке. На этой точке я себя вот так вот увеличу. Да, мы пришли к важнейшей точке в истории Старкрафт 2. 15 октября 2020 года я, Тед, беру на себя должность Артаниса, да, то есть не просто так близок нам дали эту историю Старкрафта. Я беру на себя роль якобы Артаниса и все наши разобщенные племена Тернов, Зергов, Протосов. Я хочу собрать воедино, дабы поддерживать, поддерживать Старкрафт 2, потому что Близзард, Близзард не готовы поддерживать Старкрафт 2. Они отказались, они как злобный Омун полностью отказались от Старкрафта и хотят уничтожить его, разобщить и просто сжечь этот мир нашей любимой стратегии. Что я вам предлагаю, ребята? Я предлагаю вам это видео раскидать по всем комментам, под всеми видосами со Старкрафтом, под каждым, под каждым видосом вашего любимого стримера, кастера, контент-мейкера, да, пускай это будет Аликс 007, Каби, Медоед, Зерк ТВ, Аверс, Блайн, Скиллоус, вообще все-все-все, кто делает хоть какой-то контент по Старкрафту 2, все, кто стримит Старкрафт 2, даже без контента, все, кто просто сидит на форуме Старкрафт 2, раскидайте этот видос. Нам надо собраться, нам надо сделать что-то мощное всем вместе, дабы поддерживать Старкрафт 2. Нам надо сделать огромный турнир стримеров, нам надо сделать огромный замес стримеров, ну, либо контент-мейкеров, опять же, да. Нам надо, нам надо просто продвинуть Старкрафт 2, чтобы близы увидели, что это не мертвая игра, и ей стоит заниматься. Так что, будущее Старкрафт 2 лежит в ваших руках. Ты можешь помочь ему развиться. А если ты не можешь помочь ему развиться, напиши в комменты F. Старкрафт 2. С вами был Тед. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok